Слава Украине! Привет всем от Болонского! Где-то с недельку назад я вам рассказывал, что Соединенные Штаты Америки начали активную работу по наказанию компаний, которые, скажем так, мешают американцам и европейцам правильно вести санкции в отношении России. То есть они просто-напросто пересылают через себя грузы в фашистское государство. Так вот, министр финансов Соединенных Штатов побывал в Турции. В Турции сейчас положение, вы прекрасно понимаете, не лучшее. Лира уже, по-моему, свалилась до 19, если я так не ошибаюсь. То есть ситуация аховая. И турки поддались на давление. И вот, как видите, Турция, между прочим, была одним из основных потоков, основных хабов, через которые осуществлялась доставка подсанкционных товаров в Россию. Что вы думаете? Вот сейчас агенты сообщают о том, что через Турцию грузы на Россию доставить невозможно. В частности, вот морем, авиаперевозки невозможно. То есть сначала выглядело так, к примеру, что блокировались только вот к перевозкам те коды. Ну, там, кто знает, значит, вот каждый вид товара, у него свой код, да? Каждое наименование. Соответственно, блокировались только те коды, которые имеют пересылку на Россию, которые входят в ограничения Евросоюза и Штатов. А вот сейчас агенты сообщают, что они вообще ничего не могут отправить на Россию. Хотя, хоть код заблокирован, хоть код не заблокирован, на Россию грузы не принимают из Турции от слова вообще. Имеется в виду, конечно, не грузы происхождения именно турецкого, а грузы стороннего происхождения, происхождения третьих стран, прежде всего Соединенных Штатов Америки, Евросоюза. То есть, раньше это все выглядело таким образом, что расисты закупали на компанию, которую они открывали в Турции, или просто использовали какую-то действующую турецкую компанию грузы в Евросоюзе, например. То, что им надо было по электронике. И уже эта турецкая компания или турецкое частное лицо тупо пересылало это все дело на Россию. Вот, собственно говоря, и вся технология. Все довольно просто. Все, эта лавочка закрылась и в настоящий момент не пересылается вообще. Причем, если раньше это действовало, это начало действовать для авиаперевозок, потом для морских перевозок, сейчас это шмякнуло еще и по автомобильным перевозкам. То есть, вообще никак нельзя ничего доставить на Россию из Турции, не турецкого происхождения. Соответственно, расистам придется сейчас искать какие-то входные пути. Ну, понятное дело, Эмираты и так далее. Но я вас очень сильно уверяю, что американцы будут работать и с Эмиратами, и с Казахстаном, и с Арменией. Кстати, вот сейчас Пашинян был там в Европе, ему там на вид очень хорошо поставили этот весь вопрос. И с Киргизией, да, да, о Киргизии нельзя забывать, и Узбекистане нельзя забывать, и так далее, и так далее. И Китая нельзя забывать. Только сегодня американцы 5 китайских компаний загнали под санкции как раз вот за эти художества. Так что, как видим, санкции, которые поначалу казались, да нет, но они обойдут, обойдут здесь, обойдут там. Там закручивается, все закручивают, 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 верьте мне, закрутят, потому что, ну, все довольно просто. Просто американцы умнее расистов. Вот и все. Слава Украине.